Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро! Снова с вами Александр Шунин. 20 июня на календаре. Как и была вечна гость. Гостья прекрасная, замечательная, улыбающаяся. Как приятно видеть утром понедельника. Симпатичное, счастливое лицо. Легкий закадр такой сейчас. Я сделаю 23 июля. Надо потерпеть месяц. В саду виллы Фонстрицка в Риге ждет яркое музыкальное событие. Open Air фестиваль. Танцевальный сет «Дайте миру шанс». Джон Леннон Йокоона. Вы помните эту песню. Give peace a chance. Этот сет исполнит диджей Денис Фанк. Музыкант-продюсер, лидер музыкального коллектива Фан Кулю. Наш большой друг. Меломан и коллекционер Винила. Но главным событием вечера, безусловно, станет феерический концерт запрещенной группы. Запрещенной в России. Об этом мы тоже поговорим. Алоэ Вера. Организаторы обещают много радости, свободы, поцелуев, блеска и восторга. И с нами на связи, судя по всему, по растительности и по свету окружающему, солистка, муза, вдохновитель группы Алоэ Вера. Вера Мусаэлян. Доброе утро. Ура, привет. Привет. Я послушала все описания и прямо считала, так, поцелуи, блестки, да, все, все, все перечислено, молодцы. Я, будет только это? Вы подтверждаете, ну, как бы и все, да? А песни, все-таки будут песни. Да, да, да. Прекрасно. Каких подробностей мы о программе еще не знаем? Ну, это, конечно же, будет сюрприз. Да ладно. Разумеется. Мы никому не скажем. Александр, слушайте, мы так давно не были в Риге, ну, то есть, я вот помню, была какая-то жизнь, вот эта вот свободная, прекрасная, дековидная, и вот когда-то мы танцевали вместе с Ригой, и я поэтому сейчас, наверное, действительно так волнуюсь, как первый раз. При том, что я знаю, что есть люди, которые нас там ждут, для меня это все какое-то сейчас удивительное приключение. В целом, запрещенная группа, это еще и повлияло на то, что у нас стало меньше концертов в целом, и поэтому для меня сейчас это грандиозное событие, что 23 июля мы будем в вас играть. Ждем, с нетерпением ждем. Рига, Рижане остались такими же гостеприимными, мы вас любим и почитаем. Но вы первое сказали про два ковидных года. Как группа их пережила? Ой, ну, теперь уже, когда мы смотрим на текущие события в мире, и кажется, да нормально пережила, да нормально все было. Верните эти благословенные ковидные времена, да? Все было так легко и просто и понятно. Да, и поэтому уже как-то это далеко заперлось в памяти, и кажется, что вообще ничего страшного. Вот, но я точно понимала, что за это время мы очень сильно соскучились по концертам. То есть у меня сейчас просто какое-то безумное желание дать все, что только я могу, растанцевать каждого, кто будет на расстоянии километра от точки, где у нас будет концерт. И мне нравится этот запал. Возможно, иногда нужно, не нужно, но это неплохо, когда у тебя что-то забирают, зато потом, когда возвращают обратно, невероятно часто. Я осмелюсь понадеяться, что до Риги вы не расплескаете нигде этот свой запал, и вся вот эта мощь выльется на рижскую публику. Ой, я думаю, я буду только накапливать. Прекрасно. На самом деле, программа собственного сочинения вещи, каверы, что? Нет, мы не кавер-группа. У нас свой авторский проект. Мы уже выпустили, я не знаю, сколько, пять, наверное, консольных альбомов. Вот сейчас на подходе новый, и вполне возможно, что Брингу может даже принесем новый альбом. А вы не были у нас на концертах, да, Александр? А с чего вы взяли? Были? Тогда всегда все заканчивается безудержными танцами. Какую бы вы программу... Подождите, подождите. Танцами, радостью, свободой, поцелуями, блеском и восторгом. Да, да, да. Будем придерживаться пресс-релиза. Да, то есть, на самом деле, с чем бы мы ни ехали, даже если, дай, думаю, там, может быть, больше лирики сегодня дадим. Или, может быть, сделаем такую более какую-то поэтическую программу. В итоге все равно мы будем все скакать, мы будем все в кураже и в поту. Это правда. Так оно, скорее всего, и будет. О неприятном. Прошу прощения. Ну да, вот ковид пережили вроде как худо-бедно. Тут раз война, будь она неладна. Многие музыканты из России вынуждены уезжать. Даже, казалось бы, такая веселая, жизнерадостная группа, как ваша, да, оказалась вот тоже в этом клейсе истории. Вообще, такое впечатление, что в определенном смысле российские шоу-биз, исполнители откатились назад в 80-е, потому что запрещены все те же. Машина времени, ДДТ, аквариум. Ну, честно, как вот из нашей юности, из нашего детства все вернулось. Вас-то за что? И как это отражается? Ну, знаете, в современном мире, как будто когда тебе запрещают, это уже такой знак качества. Думаешь, значит, хорошая группа мы все-таки, значит, вы молодцы. А то было бы даже как-то обидно, что мы не попали в этот список. Надо за что, потому что жизнерадостная, танцелюбивая группа тоже считает, что война это плохо, и войны быть не должно. И уже этого достаточно для того, чтобы не быть той группой, которая выступает в России. Периодически мы, на самом деле, в такой ситуации уже достаточно долгое время, еще до войны, где-то уже полтора года, наши концерты то отменяют, то запрещают, нас снимают в фестивале. И в этом есть там как наши политические взгляды, так как в целом наши мысли, которые мы там транслируем, неважно в песнях или нет, может быть, просто я там в Инстаграме что-то пишу. И это уже достаточно для того, чтобы группа была нежелательной для выступлений, и нас начинают снимать. Периодически нам все-таки удается, непонятно каким путем, но отыграть какой-нибудь небольшой концертик в России. Мы подписываем разные бумаги из разряда, что мы обязуемся не произносить революционных призывов. Иногда, нечасто, но все-таки нам удается что-то сыграть. Поэтому хоть мы и уезжали в весенний этот период, в март-апрель, из России, мы все равно пытаемся что-то делать. Мы пытаемся там нашу аудиторию, там люди, которые для нас важны. И, конечно, если есть хоть какая-то возможность сыграть для них и дать им поддержку в виде наших песен, я готова это делать. Насколько у нас это получится, понятия меняют. Пока что каждый месяц мы ставим концертов, и каждый месяц их отменяем. Вера, еще один вопрос, еще один на смежную тему, и ее мы закроем. А на ваш взгляд, вообще, делали артиста заниматься политикой и вот этими высказываниями политическими? Нужно ли это? Как мы сейчас видим, что если ты не приходишь в политику, политика все равно приходит к тебе. И не нужно уже как-то глубоко погружаться в эту тему, действительно какие-то серьезные заявления высказывать. Достаточно очень простой темы, например, сказать, что я не считаю, что война недопустима, я против войны. Мне не кажется, что это политическое высказывание. Мне кажется, что это нормальное высказывание нормального человека. Этого достаточно для того, чтобы политика пришла в твою жизнь и уже диктовала тебе свою историю. Поэтому здесь уже больше нет выбора. Хочешь ты туда лезть или не хочешь туда лезть. Я обещал больше не трогать эту тему и с удовольствием выполню обещанное. Давайте поговорим о творчестве. Вы упомянули, что возможно, возможно, вы привезете новый материал, новый диск. Ну, во-первых, почему возможно? Ну, теперь хочется. Теперь прям будем ждать и требовать. Так, ну вот я вот буквально сейчас записываю песни, еще несколько песен должны быть на нашем альбоме. Мы точно привезем некоторые новые песни. Они уже готовы. Сейчас Артем, это мой бас-битарист, человек, с которым мы создавали вместе группу, Артем Клименко. Он сводит песни, которые мы записали. Поэтому я не знаю, возможно, то есть я не знаю, насколько он будет готов, чтобы вот мы вам прям пластиночку показали. Но сыграем новые песни. Ну, сыграйте, сыграйте. Это будет премьера мировая чего-то? Вполне вероятно. Да хоть обманите, ну приятно же надеяться, что мировая премьера новой песни «Алло и Вера» случится у нас. Я люблю честность, я люблю честность. Поэтому давайте будем говорить «невозможно», я постараюсь, я подумаю. Вы бы очень хотели, вы готовитесь к этому именно в Риге, потому что специальная рижская атмосфера как нельзя более совпадает по своим вайбам с тем месседжем, который вы хотите донести. Ну, слушайте, вы знаете, у меня с Ригой очень большая история, я была влюблена в человека, который жил в Риге два года, я жила между Москвой и Ригой, и для меня в целом эта история такой большой сказки, большой любви, и поэтому мне прямо хочется скорее приехать туда и увидеть, прикоснуться ко всему. Если у меня будет возможность, конечно, мне бы хотелось особенно песню «Любовь» спеть в Риге. У вас будет, конечно же, возможность. Напоминаю, 23 июля, сад Виллы фон Стрицка, фестиваль, Open Air фестиваль «Алло и Вера», конечно же, феерический концерт, ожидаем. Сама Вера обещает, концерт интересный и прям яркий финал, все будут обниматься, целоваться. Так, у нас есть какое-то сообщение, которое я сейчас попытаюсь тоже. Я не обещаю, как вы, но постараюсь его подгрузить. Вы знаете, тормозит, тормозит какая-то вот эта вот связь, подводит, иногда такое бывает. Так. Ну, видите, как хорошо, что не пообещали. А так вы вот пообещали, и уже вот проблемки были в наших взаимоотношениях. Ну, пообещать можно уже тоже различными другими словами, назовем это эвхемизмом. Проверим еще одну информацию. Ну, билеты, понятно, билеты, кстати, безриндос.лв, они там доступны. До 10 лет для детей вход бесплатный. Ну, по крайней мере, у меня такая информация, да? Да-да-да, мы уже понимаем, что у нас взрослая аудитория, с семьями, с детьми, пусть приходят все вместе. Пусть приходят все вместе. Итак, еще раз. Фестиваль «Ботаника», новое музыкальное событие, концерт группы «Алоэ Вера» и танцевальный сет «Дайте миру шанс». «Дайте миру шанс» в исполнении диджей Денис Фанк, лидера коллектива «Фан Кулио», замечательные рижские ребята. Ну, и, конечно, главное событие вечера – группа «Алоэ Вера» с новым материалом. В том числе Вера Мусоэлян, лидер Муза, прекрасный человек, была с нами на прямой связи. Скорее бы пролетел этот месяц, и мы бы увиделись в Риге. Спасибо. Хорошего дня. Пока-пока. Пока.